Ну что, добрейшее утро, в Новосибирске 9 утра, мы хорошо вкусненько в Мариоте позавтракали, вкусненько в Мариоте кормят, и сейчас пришли, это где-то прям, ну совсем рядом от гостиницы, может быть метров 300-400, вот видите, каршеринговый автомобиль, и вот наш папа Дима. В общем, мы сейчас с вами поедем в область за 33 километра, поселок называется Колывань, кто нас внимательно смотрит, помнит, что в прошлом году, именно в этом поселке, мы сажали наш лес, мы с Димой посадили 290 деревьев, вообще тогда был засажен 25 гектар, вот мы были в числе волонтеров, кто приезжал на производство, плюс сажали деревья, мы очень хотим посмотреть наш лес, это, не знаю, дайте ощущение, как будто зеток своих увидеть, сейчас Дима будет полностью осматривать автомобиль, мы пойдем вместе с вами это делать, Дима все фотографирует, Дима, здесь какая-то скидка 50% на, это по промокоду Сибирь, это что, вот на этом мы поедем, Дима, судя по всему, на механике, да, да, механика, хорошо, Дима умеет на ручках ездить, я на ручках ездить не умею, сейчас Дмитрий Юрьевич будет фоткать все вокруг, скидывать, потом брать допуск, в общем, у нас первый раз опыт братье машинки в прокат, нашли только вот такую, Дима что-то вчера весь вечер регистрировался, скидывал данные, бегал по номеру, фотографировался с паспортом в разных ракурсах, да, Дим? Как это? Со стороны, если не знаешь, что муж делает, скажешь, что минимум с ума сошел Кстати, вон видно наш отельчик, купол театра, потом наш отель, дальше раз жилой дом, два жилой дома и возле третьего жилого дома Мы прошли по стороне центрального парка, вечером туда с вами сходим прогуляться Ой, знаете, что мне понравилось? Это такое количество хвойников в городе В прошлом году мы приехали, прям, ну, у нас все тогда плотненько было Хотя мы вроде бы на день... А, мы же в прошлом году еще икею в Новосибирске ездили снимать, то есть полтора дня на это ушла А в этом году мы спокойно приехали, вчера мы оклемались, я наплавалась в спазоне, в бассейне Наплавалась сегодня до того, что шрука заболела, все-таки поняла, что мне в бассейн надо ходить ежедневно, надо решить вопрос дома И, ну, пока там Дима не слышит, потом монтировать будет, сюрприз будет Я знаю, что муж будет строить после того, как переведет в порядок участок, дом достроим, сдадим сами себе в эксплуатацию Бассейн хочу, закрытый, круглый год Вот такая вот следующая мечта, желание, на которую будем дальше работать Так, ну что, друзья, пока отключусь, сейчас Дима все-все сделает, поедем, ну, а вы покатайтесь вместе с нами Кстати, пока вы еще, да, мы с вами до туда еще не доехали, когда выйдет ролик, напишите, пожалуйста, интересно ли посмотреть вообще, да, вот Вот просто, есть ли у кого-то такой опыт, что вот вы сажали, да, вот это вот дерево, оно же выросло из вот такого маленького саженца Вот интересно вам посмотреть, какие наши деревья, у нас их там аж 290 У Димы специально сохранены точки локации, какие две грядочки наших Пойдем все это искать, вам показывать, в общем, идем за эмоциями, за воспоминаниями и смотреть, как выросли плоды нашего труда Так, Диму сейчас допрашивать не будет Держалки нету, что-то прям неудобно Машинка маленькая, ну, почему маленькая? Она не новенькая, она старенькая, очень прямая Для Димы, для Димы новенькая Она проехала 120 тысяч километров, какая она новенькая На виду, что старенькая Ладно, ну едет и едет она Других поблизости просто не было Да, мы поехали Не, надо им не смейтесь, мы вообще в первую жизнь пользуемся каршеликами Поэтому для меня это безумный стресс, я не знаю, что делать, куда ехать Незнакомый город, бля, мы едем А ты материшься в Колывань В Колывань тем более едем А ты уже говорил, почему мы едем? Да Все ради интереса Я готов на больше Есть лес, есть интерес Да, нет леса, нет интереса В общем, мы поехали, я сейчас поснимаю новости Не будем Диму отвлекать Да, нет, ну я верно Это стрессовый фактор не будет Ну, раз, вообще могу сказать, но не буду И лучше, как я понимаю, в машинке ничего особо не трогать Да, не нюхать, не смотреть Автомат уже немножко, это, гидроавтомат уже разбит немножко Уже старенький, пина, пинается уже Что значит пинается? Ну, уже не плавно переключает скорость Когда, ну, так резко все, там уже эти, не помню, как эти штуки называются Которые трутят на другом Друзья, в общем-то Друзья, в общем-то Друзья, в общем-то Друзья, в общем-то Микс ощущения вот здесь, поэтому Вот домино, мы там были Вот в прошлом году мы жили здесь В этом году у нас часть наших, наши ребята все в Хилтоне живут А часть, кто не уместился в Хилтон, будут здесь жить, в домине Вот туда наш центральный офис А мы поскакали Пока скакал, тут нет, Лера Я вот сижу, думаю, вот я на камеру снимаю А как же мне теперь телефонки снимать, достаться? А ты, честно, это не все снимаю Не все снимаю Ты чередуй информацию для зрителей Я как этот Фигра тут, Фигра там, Фигра здесь Новые райончики строятся Мы по этому мосту вчера ехали? Нет А, да, да А может не ехать? Да, 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 вон крыку было, с уфарка По этому мосту мы ехали Не, полный не ехали Вчера по этому мосту у меня сторисы есть Вот этого участка А, согласен Да, 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 вот там Бежим Мосты у меня были попробовать в стране А у меня вот это такое Да, мы там ехали Так, все, отключаюсь Полу-торисы снимать А то вот ворчат некоторые товарищи в разных часах Все, мы выехали из города, да, Дев? Ну Ну Нам ехать 30 километров А Дмитрий Юрьевич, Даша, на таких автомобилях умудряется ехать плавно стоянно Несколько минут задремало Меня у этого укачивает Нет, в хорошем смысле это в словах работано Сон плавит Конечно, приедем И здесь везде на большом автобусе много-много народа было В этом году наши профессионалы, которых мы привезли в большом количестве на производственные само мероприятия На все мероприятия, которые сейчас будут здесь проходить Ничего сажать не будут Потому что всех смогли собрать только в июле В это время, соответственно, уже не сажали Не до посадок Дороги, по-моему, никто не обновлял, да? Все так, как и было Все, как раньше Как было год назад? Год назад Год назад А что, Дмитрий Юрьевич, у вас такая насыщенная жизнь, что вы уже перестали Да, я думал, где-то, наверное, 3-4 года Юрьевич, год назад, ты что, прикалываешься, что каких-то 3-4 года? Ну-ка, поощущение, как будто прошло 3-4 года То есть то, сколько мы проживаем за один год, да? Да, прям насыщенный, насыщенный Говорит старший гурт-проводник Впереди камень на 50 Ну что, наверное, включусь, когда уже к Колыване подъезжать будут И скромная желание подрывать дальше Так что смотри, Юрьевич, талант, он непропеваемый Да, и даже каршеринговый автомобиль А если на тракторе тоже плавно поедут? Не знаю, у тебя, кстати, правда, на трактор нет Большая Все друг само, так и плохо Идем Вдоль дорог мучу грибов Слепешары все увидят, когда хотят Одним глазом Она как урол Фокус такой, да? Только один Значит, как в угольной маске меня поцеловать ты боишься? Ну, бля, кто любит? А как стебаться ты, пожалуйста, первый Ты тоже шахтер, женщина любит Утром Ковнюк, ты просил Ты в шахте вышла, бля Удар где-то Делал на черную масочку Мосю почистить Ходил, стебалась Надь не пугала Страшно тебя? Очень Ну, что? Вам сегодня утром приезжали к вашей племени Турбой? Скажи, кто приезжал? Скажи Ну, говори Ну, там же нет Мапа уже Ну, ты запикаешь Ну, что ты так говоришь? Я запикаю Вот и вся любовь Есть чеканашка, а есть без чеканашки, а ебанашка Вот так уже и работает Я, в принципе, сейчас YouTube сразу заблокирую Экрану Монетизация Нету Нету Делаем, что хотим Как говорят Шурсы Не выложить Ведь уже Не выложить Очень круто С витоком Делаем, что хотим Кстати, друзья, напишите, пожалуйста, как часто вы заходите на YouTube Три текущей ситуации Остался ли тот контент, который вы использовали для себя Смотрели что-то полезное, интересное Просто хочется понять аудиторию Кто остался? Если остались, почему? Что продолжаете смотреть? Прямо напишите, какие каналы смотрите Возможно, кто-то тоже подчеркнет что-то полезное, да? Нет, ну не надо просто перечисления, какие именно каналы смотрят Тематика По проценту вашего объема, что было до И сейчас Сколько у вас убавилось каналов, которые выпускали ролики, да? И сколько остались? В процентном соотношении Ну, так прочее будет А то перечисление каналов Потому что у многих может десятки быть Ну да, неудобно Что-то я не то ляпнула Да Ну, за это все отношения будет проще Вумины и как вудка Я в школе учился Да ты что? На двойке? Не На иголоколы? На заборы я не ставил На заборы А на что-то учался По разному Ура И пятерки, и четверки И тройки И тройки И двойки Всякобы И двойки Я хороший сортини человек Въезжаем в Колывань Историческое поселение России Уже не указано под основанием Но везде весят таблички Что у меня там охота и хозяйство Че, блин вышел? Ну и мой Дима Ха-ха-ха-ха-ха-ха Иди отеля Полный мак, отеля Не успел Ну вот Че, длимапеть Это метр Заплачивается Че бол, блин Из-за чего Через шестьсот метров Поверните налево Ее в таком Я декаблент Чтобы між обезьян нарушает сейчас куда-то будем поворачивать слушайте господа, а вдруг у нас есть подсердите подписчиков, зрители поселка помоя ну, тогда мы с тобой не срезаем, дочек я не берусь наглость, ребят, вдруг кто-нибудь мы не будем просить за нашими елками ухаживать мы просто попросим иногда фоточки присылать иногда? ну это очень нагло с нашей стороны ну и нагло, и маловероятно в общем, такое супротивление я последнее время придерживаюсь принципа просящему дают ну хотя бы то, я тоже да, ну вдруг или кто проедет когда вдруг ну вот тетенька решила тебе под колеса забрать вон обхорзли коровы через 200 метров поверните направо поверните направо поверните направо вот прям один километр что-то больно много катаемся все, что осталось а еще у нас осталось будет после того, как мы посмотрим елки еще одно дело, да? внутри что, показываю как в рубашку нет, ну потом мы не покажем как рубашку покупаем и потом покажем, что купили потому что у Димы в рубашке он же со мной на официальные мероприятия ездит редко, но нет да в этот раз нужно что-то совпасть цвет а цвета у меня в последнее время зеленые розовые федеристические Дима у тебя есть черная рубашка? одевай черную рубашку ну чё я как-то ну белые есть да белые ты как пионер как пионер тебе не ужасно раз договался, что побежит и все пионер, всем привет а ты в засвете так, ладно, отключаюсь давай искать где наши елки-палки лес густой ну что, друзья, вот он и секретик это поле, которое мы в прошлом году засаживали саженцами прошел всего год, они еще маленькие сейчас я покажу они выросли вот на столечко пройдет много-много лет и здесь будет огромнейшее красивое место заповедное с соснами и ельями Дима там общается с местным жителем он занимается стройкой вот они наши малыши вот то, что светло-зеленое вот эта вот часть это новенькая и это вот сам саженец таких малышей мы сажали в прошлом году они чуть-чуть увыдушкой подросли дровы, конечно, здесь тьма но это нормально в общем, мы приехали на то место, где мы были в прошлом году где мы сажали наши деревья здесь наших 300 саженцев а так вообще посадили без счета почти 25 гектаров а так эти малыши растут вот настолько, да, вырос новый тросточек так потихоньку будет формироваться деревце и здесь хорошо за ними ухаживают вот сейчас к нам подходил весь небык в виде ретайте выкладываю вот Дима разговаривает еще один дрожачек пирожачек еще дрожачек пирожачек ну вот сразу скажу не везде не все прижились а примерно процент приживаемости считается хорошим около 40 то есть вот тут вот видите прям вот даже что особо не идет вот она наша грядочка найдем ли мы с елками гряду не знаю это уже сейчас пойдем искать красота какая здесь будет там Дима Влог пишет мы нашли нашу грядочку вот она вот 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 такие они хорошенькие наши деревосочки очень много прижившихся подросших ой ребята это вообще незабываемые такие ощущения когда ты понимаешь что от тебя останется вот такая часть да у тебя будет шикарнейший заповедник я уже про это по-моему говорила вообще у меня переполняет эмоции наши елочки эти хорошенькие прямо тупо 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 все дима нашел все свои дела точки и нашел свой лес давайте чтобы все ориентируй смотрите в конце конце в конце 2 березки или не березки а как будто деревья да и он между ними идет две борозды ориентир наша правая борозда вот это мы ее сажали как раз вы этот наверное мы и снимали в виде ролики это был кустик самый жирный мы снимали специально выбирали да вот где-то из этих сейчас мы фильтр нд уберем да потому что темно так вот большая вероятность что этот кустик участвовал в рекламе у нас мы снимали вот этот кустик для рекламы сибири у нас или вот этот один из двух или этот был или этот ролик включу попозже посмотрите как получилось каждый год бушуют лесные пожары которые уничтожают легкие нашей планеты восстановить первозданный лес невозможно но нам под силу вырастить новый если мы это сделаем вместе 25-летию Siberian wellness мы запустили проект 25 га от тебя планете чтобы компенсировать уничтоженный пожарами лес на посадке вышли бизнес-партнеры и сотрудники нашей компании из 10 стран и 11 городов и регионов россии беларусь и казахстан кыргызстан и молдова монголия и таджикистан узбекистан и украина сербия и конечно россия от кавказа до владивостока везде зеленеют деревья сайбериан wellness в результате все вместе мы подарили планете 34 зеленых гектаров и это далеко не финал скоро к нам присоединятся испания турция и вьетнам сайбериан волос объединяет тех кому важно сохранить этот мир третий день нахождение нас новосибирске мы проспали поэтому вам не показали то утро которое произошло сегодня мы очень быстро бегали мы торопились ты мне кажется так на свадьбу собрались а я не помню у нас какая свадьба вообще тебе про свадьбу рассказать но поэтому отдельно как-нибудь расскажем ты я ну и ты и я закончу давай а в общем мы с командой топ лидеров третий автобус езжай приехали потому что хватит меня уже в кадре мы приехали на распределительный центр кто в прошлом году внимательно смотрел все наши влоги вы с нами здесь уже были посмотрим что изменилось я больше чем уверена что не изменилось ничего потому что на стабильных производствах я как бывший производстве могу это сказать когда все процесс отлажен менять ничего не стоит нельзя ломать то что работает так что дмитрий юрьевич будет снимать я где-нибудь там буду бегать с телефончиком в кадре у меня наверно мало я как это будет расскажу кто скептики кто не верит по-быстрому скрывай все кто не верит то что и сибири вы нас пирамиды какие-то порошочки вы там мешаете обман смотреть внимательно вот теперь вот это контент для вас 2 на сервисе покажем а я была Должность у меня другая. Проходите, пожалуйста, рассредотачивайтесь здесь. Проходите, пожалуйста, дальше, проходите. Все заходите. Пока фотографируют, не слышно будет. Ну ладно, остальные догонят. Логистический центр построился в 2012 году. Ну, изначально мы планировали, что только часть этого здания будет занимать готовая продукция. Но так как мы очень быстро разрослись, то этот склад очень быстро заполнился. И одну часть занимает сейчас у нас готовая продукция, вторую часть занимает у нас сырье. На складе, значит, 9 тысяч палета ячеек находится. Высота, количество... Не слышно? Давайте немножко пройдем, потому что вентиляция гудит. Здесь охлаждение. Охлаждение, поэтому гудит очень сильно. Смотрите, высота склада, высота склада 12 метров. Склад класса А. Вот, смотрите, значит, здесь 9 тысяч палета ячеек находится. Вот, вот в этом 28-м ряду у нас именно отправка идет на ВЭД, на заграницу. Пойдемте немножко дальше пройдем, я вам покажу все остальное. На складе работает 70 сотрудников. Они отгружают одновременно и Россию, и зарубежные страны. На склад построен таким образом, чтобы мы могли проходить полностью все проверки, ИСО, ну и дальнейшие наши... Поворачивайте. Все дальнейшие, как бы, действия. Здесь сборка идет. Люди, человек едет на электротележке, рич-траки, видите, развозят продукцию. Ездит человек на электротележке, подъезжает к палетному хранению, терминал выдает ему, какую продукцию взять. Сборка идет именно терминалами. Формируется палет после... Вот видите, вот электротележка едет, человек собирает. Сборка происходит на палетик, на палетик собирает. Дальше везет все в зону отгрузки, и оттуда уже дальше другие люди отгружают. Все хранится, готовая продукция хранится именно таким образом. Все запалитировано, все хранится по FIFO. Сборка тоже происходит строго по FIFO. То есть сначала уходит более ранняя продукция, а потом уходит более поздняя продукция. Вот, пожалуйста, вот за границей отгружается у нас, сборка идет за границей. Вы будете говорить, когда стоите, когда вы будете записывать. Тогда вам не слышно, да? Нам ничего не нравится. Да, 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 хорошо. Значит, давайте еще раз. Смотрите, вся продукция установлена по FIFO. Подбор идет только с нижних этажей. Сверху отгружается только речтраком. Отгружается в каком плане? Если здесь количество очень мало, невозможно собрать заказ, то под товарщику идет задание на штабелер, чтобы он сверху снял, поставил сюда продукцию для пополнения склада. Сборщик на электротележке подъезжает, берет нужное количество палет, которые ему показывает терминал, собирает свой заказ и везет в зону отгрузки. Все понятно? Да. Все, пойдемте дальше. Дальше мы переходим в зону, где у нас хранится все сырье. Здесь очень строго все. У нас строго, конечно, и в готовой продукции, и здесь очень строго. Посмотрите, в каком плане. Здесь специальное освещение, температурный режим строго поддерживается. Везде стоят гигрометры, вон, видите. Все соответствует хранению нашей продукции. Тоже так же подъезжает человек, собирает готовую продукцию, вывозит в зону отгрузки, и все это перемещается дальше уже на производство. На производстве все принимается тоже терминалами, и дальше все это берется в работу. Склад осуществляет не только приемку, но осуществляет и хранение, и сборку сырья, и отгрузку готовой продукции, и отгрузку на ВЭД. Вот, посмотрите, пожалуйста, ричтрак. Техника высотная поднимает. Ричтрак, да, вот такая машина. Она поднимает, он берет палет на вилы, поднимает его, ставит. Покажи, пожалуйста, терминал. Вот этим терминалом он работает. Терминал ему показывает, что нужно взять, куда поставить, как сделать. Так, пойдемте теперь с этой стороны посмотрим. Посмотрите, как упаковано сырье. Вот, более того, оно стоит именно по классам. Вот, зона аллергенов, видите, вот с той стороны выделена зона аллергенов, например. Там зона брака отдельно выделена. Все это проверяется отделом качества. Вот, смотрите, пришел товар, приемка началась, да, поставили на ячейки. Идет, пришел отдел качества, посмотрели, взяли отбор проб. Видите, произведен отбор, не просто так, это пойдет в хранение. Взяли отбор проб, проверили. После этого зеленой полосой маркируется, что это можно поставить. Если нет зеленой полосы, никто не возьмет, никто не подъедет. Ни в коем случае ничего нельзя здесь брать. Холодильники для хранения живых бактерий. Комната отбора проб. Здесь приемка и отгрузка идет у нас уже сырья. Дальше у нас отгрузка идет готовой продукции. То, что отгружается коробками. На втором этаже, давайте туда немножечко пройдем. Там есть промежуточек, где мы можем вам показать более лучше. На втором этаже у нас идет штучная сборка, то есть сборка России. То, что отгружается цоком, то, что отгружается частным складам. Вот, все это собирается на втором этаже. Там на мезонине установлены стеллажи, и на стеллажах стоит продукция. Там уже идет штучная сборка. Здесь коробочная сборка, там идет штучная сборка. Ну, вот здесь сейчас зайдем, посмотрим. Пойдемте. Когда вы стоите, нам надо передать это. Хорошо, хорошо, давайте. Видео. Так, давайте я вам еще вот что покажу. Вот смотрите, например, собран заказ. Да? Сибирское здоровье Новосибирск. Сибирское здоровье Новосибирск собрали. Заказ поедет в Белград. Вот, пожалуйста, отгружается зарубежная отправка. Заправка на ВЭД. Вот таким образом все пакуется и отправляется. Так, вот смотрите. На втором этаже идет штучная сборка. Там только собираются и отгружаются клиенты, частные склады и цоки наши отгружают. На третьем этаже у нас отдел поклейки. Каждый человек в месяц наклеивает и упаковывает более 100 тысяч позиций нашей продукции, которые отгружаются именно на ВЭД. Вот. Дальше там стоят столы. На столах все это дело оклеивается, упаковывается. Подъезжает рич-трак. Все это забирает поддон, спускает вниз. Дальше передает комплектовщику, который формирует палет. И в дальнейшем подъезжает фура или подъезжает контейнер. Все это загружается. Вкладываются таможенные документы и груз поехал. Ну, на этом все. Что еще вас интересует? Скажите, пожалуйста, я еще расскажу вам, что еще интересно. Здесь сырье тоже. Сырье. Вот половина склада занимает сырье. Половина склада занимает готовая продукция. То есть сырье пришло, его проверили. Какое-то время оно находится здесь. Производство делает заявку. Мы отправляем, собираем, отправляем на производство. По той потребности, которая им нужна. Производство производит готовую продукцию. Присылает нам сюда. Мы все это дело принимаем. Расставляем на места адресного хранения. Дальше поступают заказы. Мы это собираем, все готовую продукцию. И отправляем уже по клиентам. Как долго продукция готова здесь? Месяца три, не больше. Но у нас не только этот склад, понимаете. Так как сибирское здоровье очень сильно у нас сейчас разрослось. Это международный логистический центр. У нас еще есть в Москве, в Хабаровске такие же центры. В Москве еще больше даже, а в Хабаровске чуть-чуть поменьше. Еще отгрузки оттуда идут. Но вот этот склад, он тоже не может полностью вместить всю продукцию. Поэтому мы еще используем другие склады. У нас есть там, где у нас склады от ветхранения. Которые оказывают нам тоже услуги по хранению. Вот, недолго товар хранится. Привет с узбеком. Большой привет. Да, 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 да. Ну, у кого какие еще вопросы, что еще интересует, скажите, пожалуйста. То есть мы сейчас на складе. Да, международный логистический центр. На производство вас сейчас повезут. Здесь сборка вашего заказа идет. Здесь вас собирают, подъезжает фура, вас грузят, и вы уезжаете. А где узбекский заказ? А узбекский заказ только что уехал вот недавно. Да, да. Я уже не руководитель, я была руководителем. Сейчас я, минуточку, я сейчас руководитель отдела аудита и складских процессов. То есть я... Ну, от этого на самом деле все зависит. Ну, да, да. Я самый золотой человек. Я очень много лет с вами, почти 15 лет с вами проработала руководителем склада. Сейчас немножко должность чуть-чуть изменилась. Легче сам. Пожараемся повышением. Ну, сказать, что нет. Смотрите, пожалуйста, где находится карантинная зона? Она же где-то здесь в центре логистики? Да, смотрите, какой момент. Карантинная зона у нас находится вот на том стеллаже. Вот, то есть... Пришел товарищ. Если вдруг у нас какие-то вопросы возникли там по... Ну, по несоответствию документов, или что-то не понравилось отделу качества, все это устанавливается в зону карантина. Стоит до тех пор, пока не придет либо сертификат, либо подтверждение документов, которых не хватает, и тогда они перечерчат зеленой полосой, и все это разрешатся поставить в зону хранения. До этого товар будет находиться в карантине. Если все документы соответствуют, и сертификаты подтверждают качество продукции, то товар сразу же переносится в зону хранения. Спасибо. А вот еще вопрос. Здесь абсолютно весь ассортимент компании? Весь. Весь. Кроме косметики и парфюмерии. Почему? И косметика, и парфюмерия полностью все здесь находится, да. Сейчас, секундочку. Вот. Весь ассортимент. Ну, очень, конечно, интересно тоже, как штучная сборка вот идет. Ну, вот мальчики тоже стоят, уже не стоят сейчас, которые отгружают за границу, они собирают здесь, все это пакуют. Если летит самолетом продукции, то упаковывают. Вот смотрите, вот специальные короба, вот эти толстые, посмотрите, какая толщина короба, да? Вот в эти короба укладывается продукция и оставляется самолетом. Рукой помахать. Вас сверху снимает короба. Смотрите, смотрите, Чехия, значит, Болгария, Сербия, Монголия. Так, сегодня списывал Таджикистан, Узбекистан, Киргизия. Так, немцы, они с Чехии грузятся. Так, тоже Азербайджан. Азербайджан уезжает. Турция. Турция. Сербия говорила? Так. Вьетнам. Вьетнам. Вьетнам очень много грузится сейчас, прям фактически лидеры. Да, 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 контейнеры загружаются, уходят. Ну, у кого вспомнила всех, вроде бы. То есть, Германия, Чехия и Сербия в Европе. Германия с Польши, с Чехии отгружается. То есть, в Чехии логистический центр находится тоже. Только немножко чуть-чуть поменьше, но хороший центр. Мы отправляем в Чехию, а дальше уже Чехия рассылает по Болгарии. Ну, тоже там Сербия, Словения они еще тоже отгружают немножко. Но у нас еще и в Сербию прямая поставка отсюда есть. И самолет летает, и фура ходит. Украина тоже отсюда грузится, Белоруссия отсюда грузится. То есть, вот представьте, какой объем продукции уходит с этого логистического центра. А еще забыла сказать один момент. Еще интернет-заказы собираются тоже здесь же, собираются на втором этаже. На втором этаже у нас собирается интернет-магазин. В Москве интернет-магазин в сутки делает более тысячи заказов. То есть, собирает, отгружает. Ну и там тоже работают 50 сотрудников, которые все это выполняют. В Москве? В Москве, да. Здесь 70 сотрудников. Представьте, какой объем выполняют эти люди, сотрудники. Для того, чтобы обеспечить вас всех продукцией. У нас заняты руки, мы бы сейчас поаплодировали. Но мы ногами. И по сердцу. На физрусном, ну вы всегда молодец. Давно с вами не виделись. Да, но мы стараемся, мы очень стараемся для того, чтобы как бы вот ваше благосостояние росло, ваши склады, чтобы прям вот хорошо росли. Ну все, пойдемте теперь на выход.